Добрый вечер! Всем красивого, чистого неба, всем нашей замечательной, любимой авиацией. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, Какие формы и изгибы, просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об авиации, Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об авиации, Да потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «авиация» совсем не даром рода женского И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, Вселенского И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее поклонники, служители И ее жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал уже свое, остался небожителем, Все потому, что невозможно просто быть им, перестать. Нас от других совсем не трудно отличить, и это здорово. Как говорил давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравших головы, Когда увидим, как взлетает или садится самолет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравших головы, Когда увидим, как над нами пролетает самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая мощь и грация, Какие формы и изгибы просто глаз не отвести. И не случайно столько песен и стихов об авиации, А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Аплодисменты 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 Мы выступали здесь. И вот спустя пять лет я снова, ну как в очередной раз здесь. И в этом зале у меня, пожалуй, первый аншлаг. Это тоже такое очень приятное событие. Большое вам спасибо за то, что вы пришли, за то, что вас так много. Большое спасибо моим друзьям за информационную, техническую поддержку. Благодаря моим друзьям этот зал сегодня такой полный. Но я постараюсь, чтобы всех по крышу не пожалели. Следующая песня называется «Поэзия полета». Одна из самых популярных курсантских песен. Одна из самых популярных курсантских песен. Пусть говорят, профессия опасна, И лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут На самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу, встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. А небо дарят яркие мгновения, И для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение, И снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу, встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. И пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Мой труп порой блеснет росинкой пота, Там, где свинцо дышат облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, И каждый вылет — новая строка. Пускай мне позавидуют поэты, И пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, И пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. И пускай мне позавидуют поэты, 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 Февраль прям фигурирует в тексте, поэтому, как говорится, грех их сегодня не спеть. И вот одна из таких песен, которая была написана давно уже, когда мы еще летали на А24, была написана под впечатлениями теплой погоды в Уфе. Это дело было в феврале как раз. Я уже давно для себя пришел к выводу, что весна начинается в феврале, а теперь уже даже для меня она начинается в январе. То есть первые вот эти вот весенние такие признаки и солнца, и птицы, которые приоттепелях уже веселее поют. Ну и так, лирическое отступление. А улетали мы из Уфы в те города, где холодает, как раз домой в Новосибирск. Наверное, в летном календаре, там до сих пор еще февраль, зима не кончилась. А на перроне тает снег, и в самолет садиться мне совсем не хочется. Здесь ветер ласковый такой, а воздух сладкий, хмельной, не надышаться им. Но почему-то мы должны лететь сегодня из весны опять туда, в те города, где холода. Какая долгая зима, я от тоски сходил с ума, от одиночества. Как надоели холода, порой казалось, никогда они не кончатся. Но зазвенели вдруг ручьи, и от чего-то воробьи так растрезло не лис. А я так долго ждал весны, но почему-то мы должны опять туда, в те города, где холода. Так жаль, что нужно нам спешить, сейчас бы просто побродить по лужам солнечным. Послушать, как стучит копель, какой прозрачный нынче день, какой безоблачный. Но только это все мечты, и плавно начали винты свое вращение. Все встречи перенесены, мы улетаем из весны, опять туда, в те города, где холода. Опять туда, в те города, где холода. Опять туда, в те города, где холода. Спасибо. И в феврале же, в 15-м году, это уже 4 года назад получается, у нас был концерт в Уфе с Николаем Анисимовым. И на следующий день, после концерта, нас пригласил на аэродром Перуушина Сергей Менигулов. Они с Николаем уже были знакомы. Ну, это был фантастический день, это были такие очень интересные полеты на очень многом, если не на всем, что летает. Это были и самолеты Саванна, и автожиры, и на А-2. Ну, и, конечно, поразили люди, которые, вот это люди, которые реально, вот, вопреки всем препонам, которые делает наша Росавиация, они все-таки как-то умудряются летать, развиваться, привлекать все новых и новых людей. Ну, как, не то, что привлекать, люди-то стремятся, им просто дают возможность окунуться в небо. Ну, и появилась и эта песня про Перуушина. Нет, вы меня послушайте, ведь я вам врать не стану, А ярких впечатлений я давно не получал. И тут вдруг бац, Перуушина, негадно, нежданно, Аэродром Перуушина, вот это я попал. Да я попал, как будто бы, в другое измерение, Где помыслы и замыслы все цело заняты. Мечтой преодоления земного притяжения, А также воплощения указанной мечты. С Николаем нас вначале на саваннах покатали, Это маленький, но очень симпатичный самолет. А потом на автожире мы над озером кружили, И еще парашютистов с Н-2 бросали. И было много всякого ужасно интересного, Увидено, услышано, всего не описать. Но яркие события дня зимнего воскресного, Пока мы в твердой памяти, я буду вспоминать. Ни гипербола и, наверное, ни парабола и не будет. То, что там у них творится, просто даст фантастишкист. А создали эту сказку удивительные люди, Те, что вместе в этом месте почему-то собрались. Поразили меня просто удивительные люди, Те, что вместе в этом месте почему-то собрались. Там люди ненормальные, в хорошем смысле слова. А как еще фанатов авиации назвать? А что для счастья нужно там, спросите там любого. Летать, во-первых, скажут вам, а во-вторых, летать. И хоть я с авиацией не знаком, не понаслышке. И думал, что полетами меня не удивить. Но это было здорово, девчонки и мальчишки. Аэродром Первушина вам стоит посетить. Я просто всем советую, девчонки и мальчишки, Аэродром Первушина вам нужно посетить. Аэродром Первушина вам нужно посетить. Первая песня будет про авиацию, но немножко надо разбавлять. И следующая песня будет про укроп. Знаете, я люблю укроп и всегда его любил. Но вот когда я эту песню сочинял, я как наивная чукотская девушка, думал, что укроп растет сам, как любая трава, и что его не надо садить. Поэтому там слова «посадите укроп» имеется в виду, что он сам растет, напрягаться не придется. Мне потом объяснили, что мои садоводческие познания сильно отличаются от реальной действительности. Ну, вот я теперь в какой-то степени образован. Если вы над вопросом задумались, для чего вы на свет родились, если вы ничего не придумали и горючей слезой залились, то не надо особенной смелости. Жизнь не зря была прожита, что вы, хорошие, что-нибудь сделайте. Например, посадите укроп. Если все на работе не спорится, если дома разваты с женой, и у самой любимой любовницы, если вдруг появился другой, вы поймите, все это не главное, не пускайте себе пулю в лоб. Лучше сделайте что-нибудь славное, например, посадите укроп. Пусть судьба вас деньгами не балует и не спится порой по ночам. Самолюбие ваше усталое, не тревожьте по мелочам. Пусть красавицы к вам невнимательны и с другими хлебают сироп. Да наплюйте вы их обязательно. Например, посадите укроп. Например, посадите укроп. Например, посадите укроп. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вот я думал, что у меня вот песня «Когда летишь на восход», она про Владивосток, а оказалось, счастливо, а оказалось, что он вообще про Сочи. Потому что мы буквально еще на прошлой неделе с женой отдыхали в Сочи. Вот я в восторге просто от этого замечательного места. Причем я считаю, что в Сочи надо именно зимой отдыхать. Потому что сказка, когда попадаешь из зимы практически, ну не в лето, может быть, но в весну, и там и просторно, и тепло, и красиво, и уезжать не хочется. Когда летишь на восход, ужасно хочется спать, и город Владивосток, я не люблю посещать, я не люблю по три дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно и пить. Когда летишь на закат, когда летишь хоть куда, когда летишь хоть куда, там можно даже не пить, а точку, и все равно красота, когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой, и больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти, не скучать, и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне моих пацаны. Люблю войти, не скучать, и не спугнув тишины, смотреть, как тихо соплят во сне моих пацаны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok